Всем привет! Меня многие спрашивали, вот когда я хожу в лес, вырезаю ложки из сырого материала, не рассыхаются или не трескаются ли ложки? Вот, принес из леса вот такую сырую заготовку. Это кусок от того полена, из которого я делал ложки в лесу, ножом не пропаду. И вот эта ложка, которую я принес домой, она у меня высохла, я ее обработал. Вот такая она стала. А вторую ложку сделал из второй половинки, но уже дома. Вот такие ложки могут получиться вот из такого круглого полежка. Также я пробовал вырезать ложки из сырой ивы. Вот они. цвет очень похож как на яблоню. Довольно такие красивые, интересные ложки получаются. Это ива. И сырая. А это черная ольха. У нее получается немного красноватый цвет. Ну а теперь я вам расскажу, как я делаю, чтобы ложка, которую я вырезал в лесу из сыровой древесины, у вас не полопалась. Если вы вырезали ложку, сделали заготовку, все, прямо в лесу можно ей помешать чай, суп, который варится, похлебать чего-то, кашу поесть. У меня уже несколько ложек таких, после такой термообработки пищей, они перестают лопаться. А если вы хотите, чтобы она действительно не полопалась с гарантией, когда придете домой из лесу, просто возьмите эти ложки и проварите в соленой воде примерно около часа. Потом она высохнет и лопаться не будет. Но уже после высыхания вы можете уже обрабатывать ложку, шкурить и все остальное делать. На сырую шкурить невозможно. Но еще хочу похвастаться, пока сижу дома, на улице холодно. Вот такие делаю конфетницы, чтобы можно было поставить на стол, гостей угостить. Также делаю такие футлярчики, можно сотовые, можно на стенку повесить детям под подарки. Или вот на подобие такой же футлярчик. Этот у меня пойдет в подарок одному маленькому ребенку на Новый год. Родители будут в него ложить конфетки, шоколадки, киндеры. А напоследок всем желаю любви, добра, терпения и самое главное здоровья. Ну всем пока-пока.